Шесть лет — это путь от хобби-фотографа до профессионального фотографа, который только этим зарабатывает и больше ничего не делает. В промежутке было много этапов, на которых я работал на менеджерских каких-то работах, на компании в Питере, на компании в Москве, и, собственно, основной мой доход шел оттуда. В 2011 году ситуация позволила мне, внутреннее желание меня привело к тому, чтобы я уехал во Францию, поступил в профессиональную фотографическую школу в Париже, и год учился в этой школе, все еще работая на компанию в Москве, получая хорошие деньги. Моя зарплата тогда была 100 тысяч рублей, очень хорошая зарплата по тем временам. Я год отучился, начал работать во Франции, начал делать заказы для французских журналов, и где-то еще чуть меньше года у меня ушло на то, чтобы разогнаться и начать себя обеспечивать, уйти полностью с менеджерской работы и только заниматься фотографией. Вообще об образовании в этой области я задумался, уже будучи работающим фотографом. Я пытался расширять свой инструментарий и понял, что я уперся в... ну, само образование имеет предел. Ты начинаешь буксовать, ты начинаешь замедляться. Сначала ты учишься быстро, ты охватываешь отовсюду всего, но потом ты как бы упираешься в то, что все, уже как из этих источников ты уже не можешь так легко получить какие-то знания, потому что ты уже просто больше знаешь. И надо более фундаментально подходить к делу. В общем, я собрал себе список, и почти во все школы, которые были в моем списке, я съездил. Я мог себе позволить взять и поехать на дне открытых дверей в Америку, в Англию, в Голландию, во Францию. И там была школа, которая впечатлила меня больше всего промежуточными работами студентов. Мне хотелось вот год как бы закопаться с головой, а потом сразу начинать фигачить. Я еще во время школы начал пытаться контактировать с какими-то журналами, и мое первое журнальное задание случилось еще, когда не была закончена школа. Часть денег мне дали родители. Папа ради того, чтобы помочь мне с учебой, продал машину. Часть денег я сумел заработать, накопить сам. Курс, на который я поехал во Францию, стоил 22 тысячи евро. Не считая жилья, накладных расходов, там, еды, вина, вот это все. Обучение заняло год, а в конце этого года я уже начал работать. И потом я остался во Франции по студенческой визе. Я перешел на языковую школу, когда закончилось фотографическое. Это дало мне возможность еще три с половиной года провести во Франции. Накопить себе очень хорошую клиентскую базу, очень хорошее портфолио. Есть фотографы, которые делают много разных задач. Снимают, не знаю, еду, свадьбы, портреты в журналы, рекламу машин. Одна из вещей, которым меня научила Франция, моя парижская школа, это что у тебя обязательно должна быть специализация, которую ты показываешь миру. Ты должен быть очень узкоспециализированным, чтобы продаваться. Моя специализация как фотографа – это портрет, исключительный только, несмотря на то, что периодически у меня случаются, но я никому об этом не говорю, маленькие какие-то работки в других жанрах. Но я за них берусь только, если это либо очень хорошие деньги, либо очень хорошие люди, которые просят с чем-то помочь. Сейчас я живу в Тбилиси. У меня там база, в которой я появляюсь довольно редко, потому что моя жизнь выглядит как череда перелетов туда-сюда. В Грузии я, потому что у меня, во-первых, мне там нравится. Там вкусно, тепло и хорошие люди, и красиво. Но еще и потому, что у меня там персональный проект. Их даже целая серия разных персональных проектов. Уже отработанная инфраструктура техническая. У меня там есть моя команда, мне там помогают киношники местные. Я работаю с местными театрами. У меня много всяких связей. И стоимость продакшена в Грузии каких-то больших проектов, которые я люблю делать, она несоизмеримо меньше, чем во Франции или в России. Вот есть часть персональная, есть часть коммерческая. Коммерческая часть – это журналы, журнальные работы. Это корпоративные заказчики, реклама. И иногда это частные заказчики. Внутри блока журналов есть гигантский сегмент съемок виноделов. Несколько лет назад, живя в Париже, я начал работать для журнала Simple Wine News. Это русский журнал, русскоязычный журнал про вино. Про алкоголь в широком смысле слова. Мы сделали одну съемку. И через какое-то время вторая была уже съемкой обложки. И с тех пор большую часть обложек Simple Wine News снимаю я. Я таким образом попутешествовал по разным винным регионам, побывал в Европе везде, в Грузию, например, так попал. Это большая часть моих доходов от журналов. Некоторое время назад меня нашел через мое портфолио, через раздел про виноделов, журнал Wine Spectator. Это один из самых крупных журналов в мире, американцы. Один из самых крупных журналов в мире про вино. Я, в общем, никогда не задумываюсь о том, чтобы там заработать больше, нежели меньше, если речь идет о качестве проекта. Я очень легко вкладываю деньги в то, что я делаю, и в персональные съемки. И иногда в коммерческих съемках просто перераспределяю свой гонорар на то, чтобы сделать какую-то часть более интересной, более оснащенной. Ну, в общем, вложиться в конечный результат. Для меня важнее, чтобы у меня было суперклассное портфолио, чем чтобы у меня было много денег сейчас. Мне интереснее делать один-два проекта в месяц и получать за них, не знаю, в 10 раз больше денег, чем если бы я каждый день снимал бы маленькие съемки для журналов. В прошлом году они стали происходить более-менее один за другим, В этом году пока что каждый месяц я делаю какую-то прям большую историю. Работа фрилансера — это нестабильная работа. Даже если у тебя уже накопленная клиентская база, все равно это не значит, что ты прям все время будешь работать. Финансово это нестабильно, потому что разные проекты от месяца к месяцу, разные суммы, и они долго доходят. Раскладка за последние, например, полгода такая. Журнальные съемки — это миллион двести пятьдесят. Рекламные, корпоративные, частные — двести двадцать пять. У меня есть собственный курс, я преподаю. У меня есть собственный курс, который проходит раз в год — это сто пятьдесят тысяч. Ну и на карманные расходы мне достаются деньги от продажи уже готовых фотографий в разные журналы, лицензирования. Это восемьдесят тысяч рублей за последние полгода. Моя цель, мое профессиональное стремление и веление сердца — это делать большие, сложные, постановочные проекты. Как журнальная съемка происходит? Ты приезжаешь на место, у тебя есть какой-то человек, тебе его надо в этом месте сфотографировать. Более-менее у тебя вот в этот день ты приехал, в этот же день ты снял, если не в этот же час. Так бывает. Но чаще всего это, как бы, какие-то очень короткие интеракции с человеком, с контекстом. Мне нравятся более какие-то долгие приготовления, мне нравится придумывать кадр, мне нравится его выстраивать, мне нравится, естественно, когда у меня есть ресурсы на это, когда есть команда, которая с тобой работает, когда ты не прикасаешься, не знаю, к свету, а только, значит, арт-директорствуешь и потом снимаешь. Я хочу, чтобы такие проекты были основными в моей бухгалтерской книге. Это в среднем полноценная рабочая неделя, только при продакшене, и, значит, потом из этого получается две картинки. Последние три проекта, которые такого масштаба и такого размаха, навскидку. Для одного театра я снимал в Москве афишек спектаклю, промо-имиджи для телепередачи. И сейчас мы снимали в Москве обложку книги. Это был практически частный заказ, автор книги сам заказал обложку. И это гафферы, то есть киношные осветители, это, да, тоже строительство декораций, игры с фонами, много техники разной. То есть мы прямо развернулись. Модель работы с финансами в таких проектах, она больше похожа на западную. Ну вот, например, западные журналы, американский журнал, заказывают у тебя съемку или там серию съемок. Тебе дают флетрейт, тебе дают определенную сумму денег. Дальше ты, как практически продюсер собственной съемки, решаешь, как эти деньги распределить. Ты можешь, не знаю, нанимать себе гигантскую команду, чтобы они носили тебя на руках везде, а можешь все делать сам и оставить себе больше денег. Ну, возьмем, к примеру, вот эту съемку, да, с обложкой книги. Какова структура расходов? Команда 4 человека — 70 тысяч. Локейшн мы сняли, кинопавильон, смена — 35 тысяч. Свет, гаферы, то есть команда осветителей — 100 тысяч. Аренда реквизита для оформления сцены — 5-600. Строительство декораций и инженер, который их собирал, и человек, который ему помогал, — это 56 тысяч. 8 тысяч мы потратили на аренду объективов. Транспорт и кейтеринг — 15 тысяч. 22 550 мы потратили на покупку пленки, потому что мы снимали на пленку. Это была такая специфика съемки. Проявка, сканирование, вся работа с пленкой стоила 22 550. На этой съемке мы не пользовались услугами визажиста, мы не пользовались услугами стилиста. Визажиста, потому что наш герой и так прекрасно выглядит, это общий план, не клоузап. И у нас не было стилиста, потому что у нашего героя костюм был готов. Это был очень специфический костюм, который должен был быть использован. То есть нам ничего не нужно было добавлять к этому. Расходы на продакшн примерно 312 тысяч, таким вот образом. Общий бюджет проекта — 390 тысяч. Разница между расходными статьями и бюджетом проекта — это мой гонорар. Он получился меньше в данном случае, чем был заявлен, потому что я перерасходовал какие-то деньги из своего гонорара на продакшн. Мне в процессе понадобились какие-то дополнительные штуки, и я просто сказал, окей, пусть мой гонорар будет меньше, но мы возьмем вот это, используем то, позовем этих людей. Мой гонорар составил, таким образом, 78 тысяч, при изначально заложенных в бюджет 115. Путорые тысячи — это тот минимум, за который я работаю и который я объявляю клиентам. Важно сказать, что эта планка справедлива для частных заказчиков, рекламных агентств, корпоративных заказчиков, потому что у журналов, у них своя тарифная сетка, не обложечная, а внутрь журнальная съемка в России может стоить, ну не знаю, 15-20 тысяч рублей. В Германии, для немецких изданий я часто работаю, такая же съемка будет стоить не 15 тысяч рублей, а, например, 600 евро. Обложка для какого-то журнала, она может стоить 40 тысяч рублей. В Америке это будет, например, от полутора тысяч долларов. Во Франции это может стоить от 1000 евро. У меня ушло довольно большое количество времени и сил на то, чтобы выстроить в тех местах, где я чаще всего работаю, инфраструктуру себе. Доступы в студии, наборы оборудования, и самое главное — это команда. Очень важно, чтобы у тебя была своя команда, естественно. У меня такая есть в Париже, у меня такая есть в Тбилиси, у меня такая есть в Москве. Все время я обрастал какой-то техникой, пока не пришел к тому, что своя техника — это, конечно, хорошо, но на самом деле на проект ее можно просто арендовать. Я приезжаю только со своей камерой. Последние несколько лет я получил возможность не искать каждый день заказы, не бегать по клиентам, не ставить в очередях с портфолио. Клиенты находят меня более-менее сами. Портфолио, персональные проекты, коммерческие проекты, которые выглядят так, будто они стоят миллион, даже если их стоимость 100 тысяч. Вот это очень важно. Важнее всего — это какие у тебя в портфолио картинки. Это не директ-маркетинг, когда ты рассылаешь письма всем с сообщениями, «Посмотрите на меня, наймите меня». Это такой опосредованный промоушен себя. Жизнь фотографа сложна. Надо иметь дело с большим количеством неопределенности, с большим количеством нестабильности. Это много стресса, много нервов, много сил, очень много времени. Еще и собственные ресурсы. То есть ты вкладываешь в это деньги постоянно. На первую свою журнальную съемку, очень важную, я приехал с камерой, в которой не было батареек. Это была старая камера, и батареек было уже не найти. До съемки оставалось, грубо говоря, час. А чтобы съездить домой, нужен был час и вернуться еще час. То есть я ничего не успевал. Ни у кого не было вокруг никакой камеры. И мне пришлось буквально перейти дорогу и потратить все свои накопления, которые, слава богу, у меня на тот момент были, на все свои деньги я купил новую камеру. Были и такие моменты, которые не потому, что у тебя все получилось классно, и ты еще и чему-то научился, а ты научился, провалившись. Если конечная картинка стоит всех твоих мучений, именно картинка, не сколько тебе за нее заплатили, а для тебя картинка, и ты готов посвятить этому несколько лет своей жизни, я имею в виду только того, чтобы добраться до определенного уровня, то ты туда доберешься. Ты как бы фигачишь, 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 10 тысяч часов, 10 тысяч часов, 10 тысяч часов, и оп, ты там. Раньше меня накрывала абсолютная паника. Не знаю, каким образом я преодолевал ее, но как-то старался. Теперь у меня нет паники, теперь у меня есть только интерес. Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова